На общественных слушаниях в администрации Октябрьского района многолюдно. Ещё бы ведь темы острее не придумаешь. Дольщики одной из новостроек в коммунаре не могут заселиться в своё новое жилище. В этом и мешают соседи, жители 17-го дома по улице Центральная, которые не дают к новостройке проложить дорогу. Из-за этого дом под номером 5А не могут ввести в эксплуатацию уже почти год. В раз при соседей вмешалась администрация города. В мэрии предложили жильцам компромисс провести альтернативную дорогу прямо в пойме Клязьмы. Администрация города Владимиро, изучив материалы, посчитала, что самый оптимальный вариант по установлению сервитута для прохода и проезда к земельному участку, на котором расположен дом по улице Центральной, дом 5А, коммунар, именно по земельным участкам, принадлежащим на праве собственности, данным обозначенным юридическим лицам. По проекту администрации дорога должна пройти почти от Судогодского шоссе и через пойму она выйдет к дому 5А напрямик. А вот по проекту застройщика подъезд к новостройке прилегает под стеной 17-го дома. Его жители против такого проезда, ведь покупали они квартиры в элитном доме с видом на пойму Клязьмы, а не на дорогу. К тому же склон, на котором стоит их многоэтажка, песчаный. Жильцы считают, что со временем дом просто смоет в овраг. А вот их оппоненты, дольщики дома 5А, уверены, что предлагаемый проект администрации несостоятелен. И в период половодия Клязьма просто зальет эту дорогу. Дорога будет уплывать. Зачем нам такая дорога, которая весной будет уплывать? Я против этого сервитута, потому что не вижу смысла в нем. Значит, мы должны в пойму спуститься, пойму идти. Нужно будет сделать там освещение в обязательном порядке. Поднять, значит, эту землю. И где гарантия, что когда ее сделают, она не будет уплывать? А вот жители 17-го дома проект мэрии более чем устраивает. Они не понимают, почему их соседи отказываются от такого предложения. Ведь идти и ехать через пойму будет гораздо ближе. Вам, чтобы дойти до собственного дома по проекту, по-вашему, нужно обойти весь коммунар пешком с этими сумками. Дело в том, что мимо дома 5 вас уже не пустят. Там уже забор стоит глухой. То есть вам по проекту нужно пешком обойти очень большие километры. Вам сейчас предлагается наикоротчайший путь. То есть самый разумный. Однако дольщиков 5-го АВ разумить ни соседям, ни чиновникам не удалось. В конце слушаний стороны проголосовали. В итоге проект альтернативной дороги было решено отклонить. В администрации города разводят руками. Ведь дорога по их проекту безопасная и соответствует всем нормативам. Но к мнению горожан мэрия прислушивается. Власти не хотят соседской войны. Сейчас надо, во-первых, с инженерной точки зрения выбрать оптимальный вариант. И, б, сделать так, чтобы людям просто было удобно подъезжать к собственному дому. А потом ведь речь идет не только о личном транспорте. Извините, это специальные службы, скорая помощь, пожарная, не дай бог, техника. Так что все интересы мы эти учтем. И дорога, я надеюсь, в этом году уже будет построена. Когда на суд общественности будет представлен новый проект дороги, в администрации не сказали. Пока власти решили взять небольшой тайм-аут. А значит, недовольные предложенные альтернативой дольщики пятого дома въехать в свои квартиры пока так и не смогут.